Здравствуйте, меня зовут Оксана Силантьева, я мультимедийный продюсер, редактор, медиатренер, и сегодня я буду вашим консультантом. Вопрос про английский язык в профессиональном развитии журналиста прилетел ко мне, я думаю, по двум причинам. Первая, у меня есть магистрская степень британского университета, я училась в Бормуте, в Великобритании с 2002 по 2004 год, и, собственно, получив там магистрскую степень, я стала первым в России магистром мультимедии журналистики. Повезло быть в начале этого мультимедийного тренда, этого мультимедийного направления, и, собственно, у меня есть опыт обучения и на факультете журналистики в России, и вот, собственно, есть опыт британского образования. И, во-вторых, наверное, потому что я активно использую английский язык в профессиональной своей практике, при этом каждый раз понимаю, что нужен уровень еще выше, еще выше, и я продолжаю учиться до сих пор, заниматься с преподавателями и заниматься самостоятельно. То есть для меня английский язык это такая штука, которая не один раз выучила, потом ее используешь, а это то, чему я учусь постоянно. Что я могу сказать по поводу английского языка? При этом надо еще несколько дисклеймеров, наверное, сказать. У меня не было никакой английской спецшколы. Я из очень небогатой семьи. Я родилась в Барнауле, и, собственно, там первый свой университет заканчивала, и ни у кого в голове даже близко, ни у моих родителей, ни у меня не было того, что я там буду учиться на английском языке, поеду за рубеж и так далее. То есть это было вообще за пределами возможностей. И при этом надо понимать, что я получила эту стипендию в те времена, когда, ну, более-менее стипендии были доступны для... международные стипендии были доступны для россиян, и вот можно было и воспользоваться, и поехать учиться выйти за рамки вот этого пузыря и за рамки каких-то обычных возможностей, которые были. У нас в тот момент была другая проблема. Были стипендии, но было мало заявок. То есть количество людей, которые подавались, пробовали и, ну, как-то старались соответствовать вот этим вот планкам для поступления, их было меньше, чем было всяких разных предложений по разным тематикам. Вот. То есть это история про то, как у меня был, ну, совершенно базовая школа, совершенно базовый английский, совершенно обычный провинциального вуза английский в университете, несмотря на то, что у нас преподавательница была очень такая молодая, амбициозная, и мы какие-то штуки делали. Но это была история про изучение языка, а не про использование его там в коммуникации либо в профессии. Я тоже, так же, как и вы, была уверена на то, что я буду работать в России, я буду писать о российских проблемах, мне нужен очень хороший русский язык. Я налегала на стилистику, на коммуникативный синтаксис и прочие радости литературного редактирования. Что для меня открыл английский, и почему мне кажется, что английский в современных медиа важен, даже если вы работаете в регионе, даже если вы не занимаетесь международной журналистикой и так далее. Во-первых, язык моментально открывает для вас огромный массив профессиональной литературы. Любой журналист – это человек, который летит на двух крыльях. На крыле содержания, на чем он специализируется, те темы, в которых вы разбираетесь, те темы, о которых вы пишете, и по поводу которых вы знаете, каких экспертов спрашиваете, какие вопросы им задавать. И второе крыло – это ваши профессиональные навыки. И мы поговорим обязательно и про содержание, но вот, мне кажется, английский в первую очередь и заметнее всего, он влияет на вот это крыло про ваши профессиональные навыки. К сожалению, российское и журналистское образование, и профессиональные какие-то школы, и вот вся эта подготовка журналистов, она живет вот в вакууме русского языка, варится в собственном соку, и очень часто, как во всех, ну, например, когда женятся близкие родственники, то там вылазят всякие разные генетические болезни. Вот так и это, варенье индустрии, варенье журналистского образования в собственном соку рождает некие генетические всякие нехорошести, которые мы видим, которые мы наблюдаем. Движение инновации, что-то интересное, что-то креативное и там практически ориентированное всегда рождается на сравнении, из сравнения. Вы куда-то поехали, вы посмотрели, вы задали вопрос, а почему это у вас так по-другому устроено, как у нас? Вы возвращаетесь обратно и говорите, смотрите, вот там есть вот такое новое решение, давайте посмотрим, подходит оно нам или не подходит. Если вы не знаете, как по-другому работают редакции в Швеции, как по-другому работают редакции в Великобритании, неважно крупные либо мелкие, если вы не читаете кейсы, не знакомитесь с какими-то спецпроектами, которые там создают в Гонконге, которые делают на английском языке, если вы не понимаете, как развивается вот эта мировая медийная индустрия, то вы будете смотреть только на русскоязычные примеры, только на русскоязычные книжки, на русскоязычные там блогопосты, и вот это вот варенье в собственном болотце, оно, собственно, вот дает нам вот это вот бесконечные наши 45 лент новостей по одному поводу, где все друг друга переписывают и считают это журналистикой. Это у меня там отдельная боль, не будем об этом. То есть как только вы выходите за пределы, вы имеете возможность смотреть телепрограммы, которые выложены в Ютубе, и понимать без перевода, что там вообще происходит, как сюжеты строятся, как работают репортеры, с какого ракурса, каких экспертов люди спрашивают. То есть вот эта возможность расширить свое представление о том, как по-разному работают ваши коллеги в разных странах. И кажется, что это, ну господи, да зачем мне это, я и так нормально проживу. Ну да, то есть у многих журналистов вот такая планка и есть. Я научился, я умею писать новости, я к третьему году сидение на новостях выгорю, потом буду очень долго говорить, я ничего больше не умею, вот и буду мучиться до пенсии с этим сидением на ленте новостей. Ну то есть у каждой себе ставят свою определенную планку. Язык, любой второй язык, который вы знаете, он вот эти горизонты вам сильно расширяет профессиональные. Вы начинаете глубже думать, вы начинаете больше сравнивать, вы начинаете больше читать. Вас труднее поставить всяким разным издателям и главным редакторам, сложнее поставить, ну типа, делай вот так, как я сказала, потому что у вас есть возможность сравнить, вы можете апеллировать к другим опытам, с которыми вы познакомились. То есть это такая штука на стыке профессионализма и на стыке вот там ежедневной жизни, где это может пригождаться. Совсем-совсем практические навыки, например, тоже английский язык помогает осваивать быстрее. Ну, например, вот сейчас я покажу маленький фрагментик, вот так вот выглядит штука, вот так вот она работает, вот здесь вот я могу нарисовать, вот здесь вот я могу там что-нибудь объяснить. Чисто технологически вот умение смонтировать вот этот вот фрагментик, который вы сейчас увидели, я научилась этому через ютубовский ролик. Там человек на английском языке показал, блогер показал, как он делает, как он вот это записывает, как он это монтирует, какие настройки должны быть в программе для того, чтобы получился вот такой эффект, который вы сейчас видели. Вот это прям конкретный маленький ремесленный навык, который я освоила не на курсе тележурналистики, где я училась, не в магистратуре, на специальном там по монтажу и по режиссуре. Я это подписана на разные каналы, подписана на мобильную фотографию, на мобильное, как снимать видео, как монтировать динамично, как по-разному строить там сценарии. Я это все имею возможность смотреть на английском языке, и этого нет на русском языке. Я очень много смотрю и там и про продуктивность, и про внедрение различных инструментов в работу команды, потому что я руководитель организации, и там какие-то инновации в менеджменте, они тоже рассказываются в виде блогов, в виде текстов, в виде кейсов, в виде каких-то презентаций на конференциях, в виде видеороликов в Ютубе. То есть я по своим тематикам набираю каналы, и английский язык позволяет мне сделать этот набор, поток новой информации, новых дискуссий и каких-то новых навыков. он сильно шире, чем это есть на русском языке. А русский язык, к сожалению, особенно в медийке, это вот такой микроскопический кусочек того, что есть в медиамире. Очень много варится в собственном соку, очень много вещей, которые уже 20 лет назад все проанализировали в англоязычном мире, а у нас это все еще считается инновацией. То есть мы очень медленные, потому что сколько времени проходит, то есть люди сделали хороший проект на английском языке. Дальше есть сайты-агрегаторы, сайты анализа профессиональной деятельности, профессиональные журналы, журналистские, медийные, которые анализируют, обсуждают этот опыт, приглашают разных экспертов, которые пишут свои комментарии к этому. Вот, собственно, индустрия получила опыт и его освоила. Мы про это ничего не знаем, потому что мы про это узнаем только в тот момент, когда кто-нибудь из России, все полтора человека, кто этим занимается, найдут этот кейс и сами-то прочитают на английском, но еще дадут себе труд, силы, время, энергию, деньги для того, чтобы перевести это на русский и опубликовать. То есть вот к этому моменту проходит 6 лет и то, что там обсуждено и уже внедрено в практику многих разных редакций, вот это перекрестное опыление между профессионалами, у нас может быть кто-нибудь где-нибудь про это переведет и расскажет. То есть в данном случае у нас вот эта вот граница, водораздел между англоязычным, динамичным миром, в котором участвуют в обсуждении профессиональных, участвует огромное количество людей из разных стран. Для многих то, что делают в Испании, то, что делают в Греции, то, что делают в Германии, во Франции, все равно этот опыт на таком журналистском профессиональном сообществе обсуждается примечательно на английском языке. Для многих людей английский язык является вторым, неродным, и поэтому все равно коммуникация профессиональная идет на английском. То есть это такая штука про вот такую рамочку нашей болотцы, и мы в нем живем, и другим миром, про существование которого многие журналисты просто не знают. Но опять же, эта история совершенно спокойно, можно вот это все игнорировать, потому что мы живем в России, и нам норм. Я совершенно нормально отношусь к любому выбору, да, то есть можно спокойно и действительно так и прожить, без проблем. Вопрос в том, что если у вас есть какое-то там желание или там есть, ну, какое-то ощущение, что надо расширить свои горизонты, то вот английский язык – это действительно тот ключик, тот инструмент, который эти горизонты расширяет. Следующая история, что дает английский язык, помимо там повышения профессионального уровня, возможность участия вот в этих вот дискуссиях и доступ к опыту других редакций, в том числе и презентации своего собственного опыта. Мы очень многие штуки иногда делаем, но про это никто не знает, потому что мы про это не рассказываем. Ладно, дальше, следующая история – это участие в стажировках, в конференциях, онлайновых, оффлайновых, возможность выезда. В принципе, одно время была такая мода, что для российских участников делали специально, прикрепляли переводчиков, которые сидят на конференции, вот я даже на одной такой конференции участвовала, и вот эти вот переводчики переводили русскоязычным. То есть люди из Ганы, люди из Марокко, люди из Кипра, ну ладно, Кипр хотя бы там тоже под британским влиянием, но там из Бельгии люди, значит, вот они все участвовали в разговаривании на английском языке, при этом многие из них говорили очень простыми фразами, это не нейтивы, да, это не вот люди, которые супер, как, узнают английский язык, потому что он их родной. У многих совершенно базовый язык, но они этим базовым языком пользуются. Ко мне подходит там парень из Ганы и спрашивает, у него были вопросы про Советский Союз и Россию, и он спрашивал это на простом английском языке, и на простом английском языке я ему пыталась объяснить, рассказать, ответить на те вопросы. Но хотя бы этот базовый язык, он есть для того, чтобы общаться. Просто прийти даже, вот эти вот small talk, да, там поговорить о том проекте, который вы делаете, где вы работаете, как устроена ваша жизнь. Вот эти базовые вещи, это основа коммуникации. Вы можете не говорить о высоких проблемах профессиональной этики и рассуждать о чем-нибудь. Простые базовые разговоры на английском языке уже расширяют круг вашего общения. И сейчас, когда люди уже более-менее привыкли к онлайну, можно это делать и в онлайне, и участвовать в таких разговорах профессиональных, в таких семинарах профессиональных, и стажировках дистанционных, которые есть, которые доступны. Чуть сложнее история, это про стипендии, это про какие-то грантовые программы, которые, многие из них, конечно, для нас сейчас закрыты. Я очень надеюсь, что пока закрыты. Но многие вполне себе спокойно принимают заявки от российских журналистов. Но там тоже надо знать английский язык. И для того, чтобы анкету заполнить, и для того, чтобы вообще, в принципе, смочь учиться, смочь читать, смочь делать презентацию. У нас есть с английским языком какая проблема? У нас есть устойчивый стереотип, что знать английский язык – это знать его на уровне синхронного переводчика. И вот только человек, который синхронист, только вот он может называться человек, который знает язык. Ну, во-первых, синхронный перевод – это отдельный навык, и вообще, как бы, к знанию языка – это просто отдельное ответвление людей, которые специализируются. Точно так же, как и есть редактор на русском языке, и это совершенно не каждый первый, кто знает русский язык. То есть это отдельная профессия. Умение пользоваться английским языком в западном мире, окей, в англоязычном мире, не всегда западном мире, это совсем другая история. Умение знать язык – это значит, что уметь поддержать разговор, условно, купить огурцы в магазине, понять, что тебе говорят, объяснить, куда завернуть, за какой угол. То есть это вполне базовые истории. Сориентироваться в ресторане, в кафешке, сориентироваться в аэропорту, сориентироваться. То есть это начинается все с очень простого базового пользования. Никто не ставит вот эту бешеную планку, которую ставит у нас, что система образования, что очень часто родители. И поэтому вот этот базовый английский можно изучить просто для того, чтобы почувствовать себя, вот у меня есть, я сориентируюсь, если я окажусь в англоязычной среде, я не буду панически бегать и думать, о господи, что здесь как устроено, я смогу запросить помощь, я смогу там запросить, ну, рассказать о себе. Вот, то есть я бы начинала вот абсолютно с такой базовой вещи и взяла бы, например, там какие-нибудь профессиональные блоги по той теме, которая меня интересует. Вот там интересуетесь фотографией, подцепилась бы к какому-нибудь ютуберу с мобильной фотографией или к какому-нибудь текстовому блоку. Интересуетесь какой-то тематикой, там, не знаю, там, концентрируетесь на экологии или концентрируетесь на урбанистике, концентрируетесь на, не знаю, там, лесном хозяйстве, поискать вот на английском языке, кто регулярно пишет по этой тематике и тем самым там осваивает даже простые грамматические штуки, пытаться читать не вообще, не вообще Гарри Поттера, да, а вот именно то, что вам нужно по профессии. Тогда вы будете даже уже находить какие-то примеры, какие-то кейсы, которые сможете вставлять и к которым делать отсылку или на основе которых задавать вопросы своим экспертом. Вы это нашли в англоязычной тематической среде публикации, на основе этого вы сможете глубже задавать вопросы уже своим героям, своим экспертам, с кем работаете. То есть вот эта штука такая, с одной стороны, она про себя, то есть знание еще одного языка, оно открывает вам кусок мира, да, вы чувствуете себя более уверенным. И с другой стороны, оно открывает нам, как для журналистов, и ремесленные навыки, которые можно быстро осваивать, и содержательные. Вы можете ловить тогда за хвост всяких лоботрясов, которые говорят, ой, вы знаете, там вот на Западе ты дышь, ты дышь. А вы смогли пойти перепроверить отсылку на эти документы, на название этих институтов, на которые они ссылаются, да, ваши эксперты, результаты исследований, которые они переводят. При этом, смотрите, сейчас совершенно прекрасная история, что отличает сегодняшнюю ситуацию от, допустим, когда я начинала учить английский. Сейчас с помощью автоперевода, с помощью нейросетей все лучше и лучше, вот это автоматизированный перевод и больших объемов текста. То, что было, допустим, мне недоступно, когда мы начинали интенсивно учить английский. И здесь самое главное, вот даже вот эти базовые навыки вам уже позволят поговорить с нейросеткой, найти нужный материал, скинуть, написать промо для нейросетки, она вам переведет, по крайней мере, сделает, там, вытащит ключевые показатели. Вы сможете вот такой полуавтоматизированный, получеловеческим поиском уже сможете для себя вот обогатить и свой материал, и свой ресерч, да, там, свое исследование темы, в том числе и англоязычными источниками. Вот, теперь по поводу того, как учить, и что вообще с этим делать. Ну, смотрите, в принципе, если мы говорим про совсем базовый уровень, прям вообще с нуля, с нуля, то онлайн-школы, там, тот же самый Skyeng, можно туда прям записаться, и базовый, вот, с нуля до какого-то простого ориентирования поднимается очень быстро уровень. То есть вы начинаете чувствовать себя уверенно. Почему про Skyeng? Потому что они, например, там я просто точно знаю, да, что они делают вот такие тематические кластеры, да, там, английский для аэропорта, английский для кафе, английский, там, для презентации себя, английский для презентации, там, своего проекта. То есть вы сможете сконцентрироваться, и на выходе из вот этого маленького модуля у вас уже будет вот конкретное ощущение, что вы что-то можете, что вы что-то умеете. В отличие от классической методики, которой заполнены наши вузы и наши школы, тогда вам дают там, вот, давайте мы начнем с грамматики, давайте мы начнем там с артиклей. То, что, ну, вот, те, допустим, мои англоязычные преподаватели, с которыми я работаю, они за голову хватаются от этой методики, говорят, господи, как люди еще хоть чему-то учатся при таком подходе. Я говорю, так вот, ничему и не учатся. Учили пять лет в школе, семь лет в школе, говорить на выходе не могут все равно. Вот. То есть вопрос методики. И поэтому вот скаенговская вот эта вот тематическая концентрация вполне, мне кажется, вполне подойдет. У скаенга есть, мне еще очень нравится, ютубовский канал, где два совершенно ржачных, совершенно прекрасных, один американец, второй британец, говорящие на русском, иногда говорящие на русском лучше многих русских, типа, носителей русского языка. Они рассказывают и фразы дают интересные, и про культуру, про употребление каких-то формулировок. То есть это еще и такое культурное расширение, кругозора, очень интересно. Всячески рекомендую учиться на позитивных эмоциях, потому что для организма это тоже опять еще одна иллюзия. Не знаю, есть она у вас или нет, я частенько сталкиваюсь там и со студентами, и с подростками, кто приходит ко мне учиться. Вот это вот учеба, это страдание. Если ты не вспотел, значит ты не учился. Если у тебя не сломалась голова, значит ты не учился. Я не знаю, ну у меня там свой бэграун, да, учебы. И для меня вообще обучение, это наоборот интерес, это наоборот очень позитивно, это исследование мира. Ух ты, а еще вот так бывает, ух ты, это вот так вот устроено. И вот на этом позитиве хочется делать еще, да, хочется изучить еще, хочется запомнить эту фразу, применять ее в разных ситуациях. Радоваться от того, что ты ее распознал в ютубовском ролике. Радоваться от того, что, о, я знаю этот оборот, я знаю этот там фразовый глагол, я нашла его в тексте, круто я его знаю. На вот этих, на эмоциях, на этом позитиве, мне кажется, учиться гораздо круче и интереснее. Вот это, к сожалению, у нас школа и вузы очень часто отбивают вот эту вот исследовательскую и драйв путешественника по новым интеллектуальным мирам. Вот, поэтому смотрите, здесь история, что понятно, что за месяц вы не выучите язык. Я вот, не знаете, сколько его все учу, это же русский язык, да, то есть есть еще много разных частей этого огромного языка, да, и этого инструмента, который можно там постигать, тренировать точно так же в любом языке. Язык – это инструмент коммуникации. Поэтому, выбирая учить либо не учить, вы для себя в первую очередь решаете, а вы хотите коммуницировать с миром на другом языке? Через книжки, через презентации, через видео, понимать, что поет ваш любимый исполнитель. То есть это язык, это не предмет, который мы изучаем, это инструмент, который мы тренируемся, как им пользоваться для того, чтобы достигать свои другие цели. В вашем случае, допустим, если вы говорите про профессиональную журналистику, да, то есть это профессиональный контакт, это профессиональное обучение, это исследование содержания, да, то есть вы работаете над какой-то темой, и вы используете английский язык для того, чтобы ваш материал стал глубже, интереснее, разнообразнее, там, с отсылками на другой опыт и так далее. То есть это инструмент для расширения возможностей. Начинайте потихонечку, не надо себя вот там гонять, не надо мериться, ой, а я знаю пять тысяч слов, а я знаю там три тысячи слов. Это все пузомерки такие, они не про инструмент, они про пузомерки. Для меня, допустим, было важно, там, сделать первую презентацию на английском, или там поучаствовать в семинаре, поговорить, да, рассказать по свою позицию. То есть какие-то такие именно коммуникационные вещи, коммуникационные достижения, которые для меня показывают, что я, ну, на следующем шаге умею пользоваться языком для того, чтобы там презентовать, сделать слайды, для того, чтобы там перевести грамоту, для того, чтобы там сделать какой-то там реферат с публикацией, получить удовольствие и поржать над тем роликом, который я наконец-то поняла. Сейчас лирическое отступление про юмор. Например, каким образом, я очень люблю британскую викторину, есть такая программа регулярная, Quite Interesting. И это, ну, такой панель-шоу, где участвуют комики, но они обсуждают всякие разные такие удивительные вещи, просвидительские, про науку, про культуру, там, про литературу, и всегда с какого-нибудь необычного, с необычного ракурса. И я, когда начала это все слушать, я понимала, наверное, процентов 20 из того, что они говорили, какие-то разрозненные кусочки, какие-то небольшие предложения. Я себя диагностировала, потому вот весь зал смеется, а я не понимаю, в чем шутка. То есть вот если я не поняла, в чем шутка, если я не засмеялась, следовательно, я не поняла. Поэтому юмор очень полезен. То есть драму вы понимаете через картинку, драму вы понимаете, или меланхолию вы понимаете через визуальное, а юмор понимается, ну, в первую очередь, через понимание слов, да, и того, что люди говорят. Вот. Для меня это был вот такой индикатор, я на него ориентировалась. Значит, что я делала? Я брала расшифровку, прям дословную расшифровку конкретного выпуска этой программы и шла просто по тексту, сначала понимала, про что речь. Потом слушала второй раз, следила за текстом, то есть соотносила сказанные слова, выговор с тем, что написано. Научалась сопоставлять слова с тем, что было сказано. Потом вот конкретно к этой программе есть совершенно прекрасный фан-клуб, который не просто делает расшифровку этого, этой программы, каждого выпуска программы, но еще и объясняет контекст. Вот здесь вот пошутили про вот этого чувака, потому что и дальше рассказывается ситуация, рассказывается, кто это там в британской культуре или там в британском медиа, или там в британской политике, когда оборжовывают всяких политиков. То есть я одну и ту же программу прогоняла несколько раз с разными способами. То есть сначала послушать, посмотреть, вот как бы, что из этого я поняла. Дальше прочитать, дальше прочитать и сопоставить с аудио, дальше прочитать контексты, по кусочкам опять эту программу разобрать. И, собственно, это я делала самостоятельно, для этого у меня нет никакого преподавателя, который я просто для себя нашла вот такой способ погружения. И у меня в календаре зафиксировано время, когда я занимаюсь английским до сих пор. То есть у меня зафиксированное время каждый день, когда хотя бы там полчаса я выделяю на данном случае для развития и поддержания этого языка. Вот. То есть эта штука такая, вот она классная. Она мне очень нравится. Все сервисы онлайновые, все инструменты, весь софт для мультимедиа, он преимущественно английский, и интерфейсы английские, и хелпы все там, они английские. То есть не дождемся мы никогда, потому что российский медийный рынок очень маленький, никто не будет делать специальный сервис для таймлайнов, для того, чтобы русскоязычные люди начали этим пользоваться. Нет, не будет такого. Поэтому мы учим английский, пользуемся этими инструментами. Вот. То есть это такое комплексное решение. Оно и для внутреннего развития, и для уверенности, и для расширения возможностей, и для... Ну и, наверное, в конце, да, что еще важно сказать, что сейчас, когда вы находитесь на вот этой вот точке «я не знаю, я не умею», и думаете, а надо ли это мне, вы, знаете, такая есть метафора у меня, вы находитесь около корней деревьев, и перед вами большой-большой темный лес. И вы на него смотрите вот с уровня дороги, да, с уровня травы, смотрите, и вам эти деревья заслоняют то, что может с вами происходить. Вот это приобретение навыков, оно позволяет вам подниматься, подниматься и расширять вот этот вот горизонт, который вы видите. И вы сейчас с этой точки, вы понятия не имеете, что будет там, что вам откроется в тот момент, когда этот новый навык вас поднимет немножко над этим лесом. Чуть-чуть начинаете, имеете возможность уже подавать заявки, чуть-чуть поднимаетесь еще, уже можете там участвовать в онлайнах, чуть-чуть поднимаете еще, вот эти онлайны привезут вам новые контакты, новые знакомства, новые возможности и новые... А вот почитай вот это, а вот поучаствуй вот в этом. То есть каждый раз это там вот какая-то ступенечка, которая открывает вам новые возможности. Предугадать это нереально, когда вы находитесь на базовом уровне. Это с любыми навыками. Вот у нас есть, допустим, там карта медийных компетенций, где мы описали 316 навыков, которыми могут обладать журналисты и могут обладать люди, работающие в медиа. Нет никого, кто обладал бы всеми этими навыками. Мы все – это некая комбинация в разной степени вот этих вот разных умений, разных скиллов. И вот если английский воспринимать, да, вот к этой вот карте, к медийной компетенции, то английский – это коэффициент, умножающий это все еще на какую-то цифру. То есть если вы умеете монтировать и владеете английским, вы уже можете продавать свои навыки монтажа на англоязычной бирже фрилансеров, например. Или если вы умеете искать информацию в открытых базах и знаете английский, следовательно, вы уже можете участвовать в тех проектах, где требуется поиск по открытым базам на английском языке. То есть вот английский – это не отдельная веточка вот в этой карте, а это коэффициент, это там умножитель, который увеличивает ваши возможности. Вот, собственно, вот так вот я куртенечко минут на 30 ответила вам на этот вопрос. Вот. Спрашивайте еще. Можно спрашивать в комментах, можно спрашивать в скорой помощи, которую сделала Искра, можно спрашивать в моем приложении 105 мультимедиа, там есть блог «Спроси Силантьеву» и в телеграм-канале «Спроси Силантьеву» я на эти вопросы отвечаю. Все. Всем обнимашки и удачи и глубоких думок по результатам того, что я вам сейчас наговорила. «Спроси Силантьеву»